В машине заснеженного уральского леса она метится, будто бы в воздух, высоко задирая ствол. Но точно поражает мишень в 30 километрах от позиции. Последняя модификация самоходной гаубицы МСТА-С. Ей ни по дальности стрельбы, ни по манёвренности нет аналогов. Гаубица на сегодня может возить 10 типов снарядов и автоматически, по необходимости, может выбирать нужный тип снаряда. Испытания вертолёта российского производства. Во время одного из них была установлена рекордная скорость. Больше 400 километров в час. Но и это не предел. Вот эти результаты можно использовать для разработки как военной, так и гражданской техники, что мы и планируем сделать в самом ближайшем уровне. Падение спроса почти до нуля в 90-е, а теперь новый взлёт. Миллиардные портфели предварительных зарубежных заказов. Большинство новых разработок даже показывать ещё нельзя. Всё это и проекты, и производство, и продажа работа подразделений госкорпорации Ростех. 700 предприятий. Десять лет назад их объединили, чтобы спасти. Скептиков было много, но всё-таки тех, кто поддерживал эту идею, оказалось больше. Логика была очень простая. Мы могли просто утратить некоторые сегменты в оборонке, без которых мы не могли бы создавать современные системы вооружения. Российский президент награждает тех, кто в этой работе участвует. Здесь и руководители заводов, и простые рабочие. Вот орден почёта получает слесарь Уралвагонзавода Сергей Бахматов. Он на танковом производстве уже больше 40 лет. Я даже в армии, если я видел вагон, там уже, этот, мимо, облема, вот это у меня был земляк. В цехах Уралвагонзавода сейчас делают экспортный вариант танка Т-90. Они обладают очень высокими техническими характеристиками. По некоторым показателям аналогов в мире просто не существует. Завод имени Чернышёва в советское время обеспечивал авиационными двигателями все истребители СССР. Каждый мотор, как произведение искусства, собирают вручную. Российская военная техника переживает второе рождение. Сирия показала, что наше оружие весьма и весьма конкурентоспособно. И оно может очень активно и эффективно использоваться на боевых действиях. Оборонная промышленность, конечно, основа Ростеха, но у корпораций 14 разных направлений, в том числе и гражданские. Естественно, было и поручение президента довести долю гражданской продукции в оборонных предприятиях до 50% к 1935 году. Подмосковный завод оптического стекла. Здесь продукция и для армии, и для мирной жизни. Вот в этих печах при температуре 1500 градусов и плавится гордость российской оптики. Стекло, сквозь которое потом смотрят на мир на Земле, под водой, в воздухе и даже в космосе. Приборы ночного видения, колпаки для истребителей, телескопы с нашими линзами участвовали в обнаружении гравитационных волн, за которые в этом году дали Нобелевскую премию. Точность должна быть феноменальная. Условно говоря, с помощью этого телескопа увидеть зажженную свечу на Дальнем Востоке. Вот такое разрешение, такая разрешающая способность и принесающая силы должна быть у этого телескопа. Многие уникальные предприятия выжили только благодаря господдержке и стали флагманами своих отраслей. Калининградский янтарный комбинат, он единственный в мире ведет промышленную добычу янтаря, тоже входит в корпорацию Ростех. В этом году впервые за 40 лет комбинат добыл на Приморском карьере 453 тонны янтаря, чего не было многие-многие годы. Или вот еще НИИ парашютостроения. На их куполах опускаются на землю не только десантники, но и, к примеру, модули космических кораблей. Такое заметное оживление в области проведения научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ. Парашютист-испытатель Владимир Нестеров тоже получил высокую награду из рук президента. 13 тысяч прыжков, если по одному в день 40 лет не хватит. И большинство из них экстремальны. Совершенно другие чувства. Я первый раз в такой обстановке, поэтому волнение, конечно. Сама корпорация Ростех тоже награждена грамотой верховного главнокомандующего. В планах развивать и военные, и гражданские направления, новые модели, новые рынки. А прибыль в этом году больше 80 миллиардов рублей. Можно, как считают экономисты, уже в ближайшее время увеличить многократно.